Вот такие беседы, стараюсь тоже камеру включать Вот, хотя я обычно включаю ее вот уже в самом начале эфира Но, для записи вот на камеру скажу, что, ну, во-первых, шаббат шалом, суббота началась Вы видите уже зажженные свечи, я их зажег, кстати, вот буквально несколько минут назад Когда садилось солнце уже, то, значит, я проводил прямой эфир Может, кто уже подключался к этому прямому эфиру на моей основной странице, первой моей странице на Facebook На Facebook там три страницы даже моих есть, есть еще и официальная там страница Такая, как бы, ну, она такая вот, да, такая парадная А вот самая первая моя страница, которой я пользуюсь как раз, да, значит, вот на ней я делаю трансляцию И, значит, как раз вот в начале шаббата и зажигал шаббатные свечи Ну, молился, как обычно мы молимся, что благословен Господь Бог наш Да, благословен Ты Господь Бог наш, Царь Вселенной Давший нам время шаббата, да, давший нам субботний мир этот, субботу Вот, свой день Господний и повелевший нам зажигать свечи субботы Шаббатные эти свечи И также еще присовокуплял, как мессианский верующий уже, как православный христианин Я присовокуплял еще, что просветивший нас светом своим И я говорил, что Иешуа Машех, Иисус Христос, есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир Он есть свет наш, и, в общем-то, шаббатные свечи, они к тому же, да, и символизируют Машеха, Христа, Мессию Да Так вот, дамы и господа, братья и сестры Закончился 20-й день лунного календаря этого, месяца Кислев Месяц Кислев, он, конечно, для всех людей, доверяющих Библии, именно как Божьему Слову Это месяц праздника обновления, месяц Хануки Но в Новом Завете, это называется, ну, переводчики синодальные, по крайней мере Перевели в Новом Завете, как Хануку, как праздник обновления Это в 10-й главе Евангелия от Иоанна Рассказывается об этом в 22-м стихе и дальше Там говорится, что была зима, и вот Иисус сходил в притворе Соломоновым Вот, и он, значит, как раз на праздник Хануку, он сказал, вот это знаменитое, да, его Я и Отец одно Знаменитое местописание, наверное, ну, всем христианам так или иначе оно известно Но слуху оно в христианском мире Там, значит, говорится, я и Отец одно Это Евангелие от Иоанна, 10.30 Шалом всем, шалом, кто подключился, шалом Шаббат, шалом Так вот, 20-е число закончилось Началось 21-е уже 21-е число месяца Кислев 21-е Кислева, 5778 года Если считать от сотворения нашего пра-пра-пра-пра-пращура Адама и праматери нашей Евы От создания мира, от сотворения мира, как мы говорим Потому что в библейском летоисчислении прошли не миллионы лет, как нам говорили об этом Дезинформировали нас в школах, в институтах На самом деле, даже не сотни тысяч, а тысячи лет прошли Прошло даже еще меньше шести тысяч даже лет Наша земля не такая уж и старушка, как ее представляют эволюционисты Библия рассказывает нам всю правду Правду и ничего, кроме правды И так вот, начался 21-й день месяца Кислев А кто помнит из вас Ханука, когда начинается У меня календарь здесь обозначен 25-е число, 25-е Кислева, первый день Хануки Да, а сегодня Я скачал такой календарь Кстати, вот рекомендую Простой еврейский календарь называется Вот, его можно Ну, так же Посмотрите, по маркете Простой еврейский календарь называется Вот, здесь на русском языке Очень удобно Вот И на каждую дату я читаю Вот сейчас, допустим, завершается Чтение истории Торы, которые тоже делятся, наверное, в такие разделы Будем так говорить Главы такие В которые входят по нескольку глав Будем так говорить В нашем исчислении Так вот, и вот эти деления Они имеют свои обозначения Свои номинования Вот Этот раздел Торы Который читался всю эту неделю Начиная с первого дня недели То есть мы его называем воскресенье Первый день недели Значит И вот До сегодняшнего дня До субботы Называется Вайя Шеф Вайя Шеф Так Потом я скачал здесь Тору Тоже удобно очень Вот здесь у меня Сейчас загружается Так Программа Так называется Тора Тора Видно вам, да? Не отсвечивает здесь сильно Так Надеюсь, не отсвечивает Ну да, вот Есть разделы такие Видите, да? Здесь тоже видно, да? Это хорошо Книга Батия Она же обозначена Как Брейшит Брейшит У нас время до эфира Еще есть Вот Поэтому я пользуюсь Таким случаем Для вас Дамы и господа И для себя, конечно Почитаю Почитаю Тору В субботу Чем мы занимаемся Да Это день покоя День господний Господь отделил этот день для себя Шесть дней Оставил для нас Чтобы мы делали Всякие дела свои Работали В поте лица своего Значит Работали над землей Вот Возделывая эту планету Знаете ли Ну Один день Последний Седьмой день Он оставил себе Этот день Господь Вот В этой череде Времен Будем так говорить И Дал нам Такое блаженство Такую честь Провести Проводить это время С ним В его присутствии Блаженном Первый шаббат Он прошел Конечно Еще тогда в раю Адам И Ева Наши Пра-пра-пра-пра Прародители Много раз про, да, считать, прародители Адама и Ева, они провели первый шаббат на земле, еще не загаженный, знаете ли, еще до падения, до всех этих проблем, вот. Ну и, конечно же, до того, как де юре заповедь о субботе была дана в 20 главе книги Исход, де факто это всегда было в народе, в человеческом роде вообще сохранялось, больше или меньше, где-то забывали, где-то помнили об этом, вот, в народе еврейском всегда об этом помнили, ну, по крайней мере, с Авраама, об этом не говорится в Торе, но это как бы по умолчанию, это само собой разумеется, что Авраам знал прекрасно о субботе и соблюдал субботу, конечно же, потому что его все потомки, Авраам, Исаак, Яков и потомки Якова, они сохраняли субботу, есть об этом масса свидетельств вообще исторических, ныне уже подтвержденных историй, археологии, по крайней мере, вот, значит, и находясь в плену, в рабстве египетском, евреи сохраняли субботу, да, хотя де юре этой заповеди не было еще, будем договорить, но де факто она была, как и другие заповеди, допустим, о почитании отца и матери, допустим, де юре, она появилась только лишь в 20 главе исхода, а де факто она была всегда, пока человек существует на этой земле, и всегда была, и будет, как и другие, в общем-то, из 10 заповедей, и о зависти, и о прочих. Да, так вот, Варешеф, глава Варешеф, и поселился Яков в стране, вот, начинается такими словами, поселился Яков в стране, я читаю в переводе, вот, таком, Тора, еврейском переводе. И поселился Яков в стране, где жил отец его, в стране Кнаан, вот родословие Якова, Иосеф, 17 лет, пас с братьями своими мелкий скот и играл с сыновьями Бинги и сыновьями Зильки, жен отца его. Интересно, вот, в переводе еврейском, вот, именно имена звучат, очень порой сильно отличаются от звучания, ну, в нашем православном, допустим, синодальном переводе, или в других переводах, протестантских, католическом переводе. Да, ну, в этом есть свой шарм, и вообще, ну, мне очень нравится, как звучат имена, вот, оригинально. Так, допустим, я привык Иисуса называть Иисусом всегда, да, по-своему, очень приятно называть его оригинальным его именем, как он, и, в общем-то, от рождения, каким он и назывался всегда, Иехошуа, или Иешуа. Иехошуа, да, Иегова спаситель, спасает. Так вот, здесь говорится о Иосефе, который с сыновьями, ну, со своими братьями, будем так говорить, играл. И доносил, написано Иосеф, о них худые вести до отца их. А Исраиль любил Иосефа больше всех сыновей своих, потому что сын его старости. Он сын его старости. И сделал ему одежду разноцветную. Когда братья его увидели, что отец любит его более всех братьев его, то возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. Вот так вот, начало такой проблемы, да. И дальше все усугубляется. Написано, и приснился Иосефу сон, и рассказал он братьям своим, и они еще более возненавидели его. И сказал он им, вот, собственно, сон-то. Выслушайте сон этот, который мне приснился. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот поднялся мой сноп, и стал, и вот кругом стали ваши снопы. И поклонились моему снопу. И сказали ему братья, неужели ты царствовать будешь над нами, или править будешь нами? И еще более возненавидели его за сны его и за речи его. И ему приснился еще сон другой. И он рассказал его своим братьям, говоря, вот знаете, тоже как бы такая наука для нас, да, что не все то, что мы получаем от Бога, не все надо сразу рассказывать, да. Но порой даже самым ближчим, дорогим, родным людям не следует раскрывать сильно рот, знаете, и показывать все. Ну, читаем дальше. Вот приснился мне еще сон, он рассказывает, да, братьям, что вот солнце и луна и одиннадцать звезд кланяются мне. И рассказал он отцу своему, и братьям своим, и побронил его отец его. Даже отец, видите, здесь уже, да, не сдержался. И сказал ему, что это за сон, что приснился тебе, неужели я и мать твоя и братья твои придем поклониться тебе до земли? И завидовали братья ему, но отец сохранил в сердце эти слова. И пошли братья его, пасти овец отца своего в шхем. И сказал Исраэль Йосефу, ведь братья твои пасут в шхеме, пойди же, я пошлю тебя к ним. И он сказал, вот я. И сказал он ему, пойди же, осведомись о благополучии братьев твоих и о благополучии овец, и доставь мне известие. И послал его из долины Хеврон, и он прибыл в шхем. И заметил его кто-то, что вот он блуждает по полю, и спросил его человека, говоря, чего ищешь ты? И сказал он, братьев моих ищу я, скажи мне, где они пасут? И сказал человек, они двинулись отсюда, ибо я слышал, как говорили, пойдемте в Дотан. И пошел Йосеф за братьями своими и нашел их в Дотане. Я приветствую вас. Приветствую, да. Да, слава богу. Извиняйте. Нефть. Вы извиняйте. Я сейчас просто как раз эфир провожу. Хорошо. Хорошо, да. В этом форме как бы. Да. Да, слава богу. Сработает. А, как? Служба. Вообще отлично. Слава богу. Фух, так устал, что мама родная. Ну да, уже. Я извиняюсь, сейчас я буду здесь еще завершать. Хорошо, хорошо. Да, 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 да. Да, говорите. Вот. Слава богу. Вот. И продолжим чтение сейчас. Вот. А чтение следующее из главы Ваишеф. Так. О Иосифе. Чтение об Иосифе. Из книги, книги Бытия. Так. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Датане. И увидели, они его издали. И прежде чем он приблизился к ним, замыслили они против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот сновидец тот приходит. Теперь же пойдемте убьем его и бросим его в одну из ям. И скажем, лютый зверь съел его. И увидим, сбудутся ли сны его. Но он услышал, но услышал Рио Вен и избавил его от рук их и сказал, не лишим его жизни. И сказал им Рио Вен, не проливайте крови, бросьте его в эту яму, что в пустыне. Но руки не налагайте на него, дабы избавить его от их руки, чтобы возвратить его к отцу его. И было, когда подошел Иосиф к братьям своим, стянули они с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, что на нем. И взяли его и бросили его в яму. Яма же эта была пуста, в ней не было воды. И когда сели они есть хлеб, то взглянули и увидели. Вот караван, и шмейльтян приходят из Герада. И верблюды их несут пряности, бальзам и ладан. Идут они, чтобы свести в Египет. И сказал Иегуда братьям своим, что польза, если убьем брата нашего и скроем кровь его. Пойдем, продадим его и шмейльтянам, а рука наша не будет на нем, ибо он наш брат, наша плоть. И послушались его братья, и когда проходили мимо Медьяна, купцы, они вытащили и подняли Иосифа из ямы, и продали Иосифа за двадцать серебряников и шмейльтянам. Которые отвели Иосифа в Египет. Реувен же пришел опять к яме, и вот нет Иосифа в яме. И разорвал он одежды свои, и возвратился к братьям своим, и сказал, ребенка нет, а я, куда я денусь? И взяли они одежду Иосифа, и зарезали козленка, и обмакнули одежду в кровь, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, это нашли мы, узнай же, сына ли твоего одежда это или нет. И он узнал ее, и сказал, это одежда сына моего, зверь лютый съел его, верно растерзан Иосиф. Разорвал Яков одежды свои, и возложил вредище на чресло свое, и горевал о сыне своем много дней. И поднялись все его сыновья и дочери, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться, и сказал, горю я, сойду к сыну моему в могилу. И оплакивал его отец его. Медьянитяне же продали его в Египет, Патифару, царю, царедворцу фараона, начальнику палачей. Да, вот, друзья, вот это чтение из главы раздела Торы, который называется ВАЕШФ, то есть Пятикнижие Моисеева, начало Библии, оно разделено на такие главы, чтения. И вот сейчас я продолжаю чтение из этого раздела, который на протяжении всей этой недели читался, и вот сегодня, собственно, вот, пятница вечер, и на протяжении субботнего дня завершается это чтение. Поэтому, кто подключается, значит, послушайте в таком переводе, вот, из Торы, вот это чтение. И было написано. И было это в Казиве, когда она родила его. Значит, вот как раз история дальше продолжается, но история Йосефа, она будет через некоторое время продолжаться. И как раз она, эта история, кстати, я хочу сделать все-таки паузу в чтении, потому что история Йосефа, Иосифа, прекрасного, как мы говорим еще, в православной традиции мы его называем Иосиф Прекрасный. Так вот, история Иосифа, она, вот, каким-то таким удивительным образом, пророчески, она как раз рассказывает о Иисусе Христе. То есть, она говорит задолго, за много поколений, много-много столетий, до, собственно, рождения Христа, до Рождества Христова, рассказывается в таком прообразе, как бы, в жизни, через жизнь Иосифа, через жизнь Иосифа Прекрасного, рассказывается о жизни Иисуса Христа. Я видел древние фрески в Москве, значит, на Рогожском кладбище, там, где как раз метрополия русской православной церкви, старообрядческой церкви. Так вот, там, в этих фресках была история Иосифа, как раз, рассказана в таких, знаете ли, клеймах. Это как будто бы, ну, как сейчас вот говорят, не клейм, а вот как комиксы, допустим, да, вот, в таких картинках. То есть, по периметру такого большого образа шли вот такие клеймы, достаточно такие, тоже обширные. И вот в этих клеймах, в этих, как таких маленьких иконочках, что ли, как сейчас тоже можно сказать, да, потому что икона, это не только православная, как бы, значит, икона, допустим, да, значит, а это еще и вот даже на компьютере иконочка, мы говорим, икона, да, на телефоне, допустим. Вот, значит, и это тоже как некая иконочка такая, она рассказывает каждый эпизод, шло все по эпизодам и жизни Иосифа. И вот, что интересно, мне понравилось там, в этой митрополии, кстати, был еще жив митрополит Олимпий Гусев, митрополит Московский и всей Аруси, русской православной старобляческой церкви. Я застал его еще живым, в 91-м году я был священником в Рязани тогда, в самой Рязани служил, и начало 92-го года в Рязанской области. Я приезжал в Москву тогда часто и бывал в той митрополии. Мне очень нравилось там бывать, потому что, ну, и пение само, это старое пение, знаете ли, вот старое такое византийское еще пение, да, или старорусское пение, ну, к примеру, там, иргийский распев, да, знаменитый, демественный распев, знаменный распев, знаменный вообще потрясающий распев. Я думаю, что те из вас, что, может, не знают, допустим, вот, историю этих распевов и, как бы, культуру эту музыкальную распевов, то вы просто можете даже сейчас в век информатики, пожалуйста, на Ютубе наберите, допустим, в поисковой системе, значит, в поиске, знамен распев, допустим, да, Аллилуйяри, или что-то еще там, ну, любое, в принципе, песнопение, и вы окунетесь в этот мир, вот этого старого, еще византийского, старорусского пения, вот, которые корнями своими уходят в старое синагогальное пение, потому что, то есть в древнее, древнее еврейское пение, потому что рассказывается, что, когда, значит, ну, даже в учебнике по литургике, литургическому богословию рассказывается, что в основе православной литургии лежит, а, первое, это храмовое служение Иерусалимского храма, Б, второе, это синагогальное служение, то есть принцип работы служения и синагоги, литургия еврейская, вот, и вот как раз через, ну, как бы, будем так говорить, через это знание я для себя много что открыл, честно говоря, и глубже стал изучать и саму литургию православную, Ну, а старое пение, оно, конечно, вот такое, очень такое трогательное, конечно, по-своему, и оно очень такое таинственное пение, знаете ли, вот, допустим, тот же самый Аллилуари, вот так, как пели его на рогожке там, в начале 90-х, я застал тех старопевчих, певцов тех, которые трудились еще с дореволюционных буквально времен, значит, то есть в 91-м году им было уже 93-94 года, значит, А может, никто даже и старше, ну, те бабушки, с кем я стоял на клиросе там, значит, по-моему, у них тоже называется клирос, как у нас в православии, но не суть важна, вот, то место, где певчи стояли, певцы стояли, вот, как раз те бабушки, которым я прислушивался, присматривался, значит, и, как бы, так вот, крюките, так изучал самостоятельно, так вот, присматриваясь, ну, не кое-что показывали они, конечно, И вот это старое пение, конечно, но очень такое трогательное, на самом деле, было вот. И вот Аллилуиарий знаменитый, это когда вот заканчивается чтение фрагмента из Апостола, и перед чтением Евангелия в литургии поется так называемый Аллилуиарий, в перемешку с такими декларируемыми стихами из псалмов, и вот поется так вот, пелся так, по крайней мере, вот, у них знаменным распевом. Вот это чтение, как раз, начиналось потом следом. И вот, жалко не было тогда возможности, ну, я, как бы, даже не думал о том, чтобы можно записывать все это, а вот сейчас бы, конечно, хотелось бы... А, трансляция моргает, звук хороший, а, слава богу, да. Так что, я сейчас пока прикрою, наверное, так вот, да, вот, 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 слава богу. И, знаете, друзья, действительно, да, те, кто подключился, приветствую всех. Я начинал с чтения Исторы, чтения Слова Божьего.